Здравствуйте! На Присболл ТВ программа Друг Народа и ее ведущие Денис Леонидович Сорокин и Андрей Витальевич Вашкевич. А в гостях у нас вратарь Василий Иосифович Хомутовский. Добрый вечер. Василий, прежде всего хотелось бы узнать, с кем нам сегодня держать разговор с футболистом Василием Хомутовским, с комментатором Василием Хомутовским, с человеком, который определяется по дальнейшей судьбе. Давай начнем с того, что комментатор это было просто разовое, ну не то что разовое, так можно сказать эпизодически, то есть это было просто так временно, что я оказался в Беларуси и пригласили несколько раз искать свое мнение, начиная с чемпионата мира, что-то проанализировать. Поэтому это все было больше как такое, как дополнение, хобби. Футболист, вратарь, на сегодняшний день контракт у меня закончен, поэтому будем рассказывать, давай просто так начнем с того, что свободная личность от всяких обязательств контрактных. То есть на данный момент определенности нет дальнейшей? Нет, контракт закончен несколько дней назад, и поэтому пока, скажу так, в футболе определенности у меня нет, в Беларуси вы, наверное, лучше знаете какая-то беда вообще с, наверное, только три клуба, которые в следующем году себя будут, наверное, более-менее чувствовать нормально, да, там, это Шахтер, Динамо и Батэ, естественно. Ну, по крайней мере, следующий год, я надеюсь, хотя бы, чтобы три клуба себя чувствовали комфортно финансово, а не такими большими, огромными долгами, как перед футболистами. То есть нет смысла даже здесь, в Беларуси, рассуждать о чемпионате Беларуси. Что касается из-за границы, то я уже, я поэтому и вернулся через 13 лет в Беларуси, потому что уже по семейным обстоятельствам. И сейчас куда-то уезжать, но это нужно очень хорошо подумать, стоит ли. То есть вопрос тут не финансовый, а больше вопрос семейный. Есть шанс, что ты завершишь карьеру этой зимой? Ну, я думаю, что, давай не будем забегать вперед, если я решу, что хватит, я вас поставлю в известность. Ну, а твое комментаторское хобби, оно с чего началось? Ты проходил какие-то кастинги? Нет. Как это вообще происходит? Да нет, ты хочешь, это просто, если начинать с чего началось, то это у меня еще первый опыт был вообще выступление на телевидении, это был в Румынии во время выступления в Стяо. То есть за эти там почти три года, что я отыграл в Стяо. То есть через полгода после начала выступления за клуб я был в студиях, но там немножко по-другому. Там после туров или какие-то у них эти эмиссионы, программы, они, во-первых, транслируются в онлайн-режиме, во-вторых, через полгода, естественно, я не мог нормально общаться еще по-румынски. Ко мне представляли переводчика с посольства российского, который мне там субтитрами на студию переводил то, что я говорю по-русски. То есть ко мне обращались, меня с наушником я переводил, мне переводили. Ну, естественно, потом меня уже в студию с русского. Но это было полгода, через год я уже общался в студии даже с ошибками, но мне сказали, лучше без переводчика, для людей будет лучше. Вот ты приехал на странице и уже через год даже с ошибками, но там во временной форме какой-то, да, но ты можешь сносно издесняться на румынском языке, то есть практически как итальянский. Они очень похожи там. Румыния – это бывшая колония Римской империи, то есть они там на 75% итальянский язык. Поэтому был интересный опыт, то есть там немножко другой формат, там такой диванный, легко, непринужденно. Вот если обратите внимание, наверное, как вот итальянцы, и румынок копируют где-то итальянцев, в принципе, что менталитет, что вот подача, там, поэтому первый опыт там. Потом уже, естественно, там в Германии был, но это местный региональный ТВ, там, но это был тоже как бы больше в студии, как вот общение там. Ну а уже вот, ну и там в России, там в Перми у меня был такой опыт, тоже там местное телевидение. Ну и потом уже, когда вернуться снова в Румынию, естественно, уже когда за Петрову, когда там вот и кубок выиграли, то есть там уже, естественно, опять вот был такой опыт у меня выступления. Поэтому в Беларусь вернулся, в принципе, со своим каким-то вот, приехал, у меня было вот такое отношение немножко по-другому к эфиру, должен быть легко и непринужденно. И я надеюсь, что здесь кому-то понравилась та панера подачи и анализа там какие-то ситуации футбольных, которых по ходу там чемпионата мира или игр там Лиги чемпионов или сборной Беларуси, как я там анализировал, комментировал. Я буду рад, если кому-то понравилось. Отслеживаешь каким-то образом реакцию в интернете? То есть просто потому, что неинтересно или потому, что считаешь, что оценка дело субъективное и всем любишь? Второе, оценка дело субъективное. Для меня важно свои ощущения, в первую очередь. Наверное, как и в футболе после игры, у тебя есть ощущения после игры, да? Ты можешь, первое есть ощущение после матча, да, и есть потом проанализировав матч, можешь себе уже там на следующий день, проснувшись, у тебя будет совсем другое ощущение, там, проанализировать, и совсем будет другое уже восприятие прошедшего матча. Так и какие-то вот на телевидении, когда мне приглашали на какое-то что-то комментировать, в студию, то есть первое ощущение, да, одно. Но потом ты проанализируешь, видишь какие-то свои там, ну для себя в первую очередь, недочеты или наоборот какие-то моменты, которые хорошо среагировал, здорово там ответил, там, и для себя делаешь какой-то вывод там. В первую очередь это, в любом случае, анализ это всегда это хорошо, даже если это анализ чего-то негативного, там, это хорошо, но это в первую очередь потому, что оно дает, скажем так, базу для того, чтобы прогрессировать. Вот тебе наговорил, да? Да, ты провел параллель с футболом, это понятно, ощущение это, конечно, здорово, но в футболе есть главный тренер, который в конечном итоге говорит тебе, здорово ты сыграл или нет. То есть что вот с телевидением? То есть был ли кто-то, какой-то босс, который направлял тебя, указывал на какие-то недочеты? Денис, могу тебе сказать, что на пятом канале Беларусь 5, да, работают такие ребята, комментаторы, да, с которых мне было просто интересно спросить, например, слушай, вот вы в таком, они постоянно в таком формате работают, у них своя, есть, скажем так, правила какие-то, негласные, гласные там, то есть я спрашивал, я мне перед эфиром я спросил, мне там после эфира спрашивал, ребят, ну, вот я вот каких-то нескольких эпизодов там, в которых там, я там перебил тебя, да, там, хотел вставить, перебил, там, слушай, ты вот нормально выглядел, а нет? Нет, все хорошо, да, то есть я мог какие-то нюансы такие спросить, в первую очередь для себя, но мне никто там не говорил, давай сядь и проанализируем, потому что в первую очередь я не профессионал, я любитель в этой сфере, поэтому я приходил туда в первую очередь как человек со стороны, и у меня подача, там, я могу ошибаться, там, в произношении, там, ты можешь сказать, там, понимаешь, не тренера, а тренера, да, но это подача, это называется профессиональный сленг футбольный, да, то я уверен, что вот, например, с Девятковским нашим олимпийским чемпионом в курсе, если вы в курсе, он, мы с тобой были с ним в студии, когда на дело принципа, он тоже сказал тренера, потому что это профессиональный сленг, и никто ему за это ничего не скажет, потому что, в первую очередь, ну, это, это нормально, мы профессионалы, мы спортсмены, у нас есть свой какой-то сленг, и поэтому, ну, это, ну, это, скажем, как фишка, не более того. Воспитанник столичной спортивной детской и юношеской школы Олимпийского резерва «Смена». Профессиональную карьеру начал в 17 лет в Минской Атаке, после чего сменил почти полтора десятка клубов. Причем с 2000 года до лета 2013 выступал за рубежом, в том числе за румынские «Стяуа» и «Петролул», немецкие «Вальдхоф» из «Манхайма», «Карл Цейс» и «Аугсбург», украинские «Металисты» из «Харькова» и «Таврию», российская «Динамо» из «Москвы», «Том» и «Амкар». Полтора года назад вернулся в Беларусь, подписал контракт с «Торпедо БелАЗ» и с «Жодино». Есть любимый комментатор? Комментатор, любимый. Ты сейчас хочешь, чтобы я сейчас кого-то одного назвал, да? Ты знаешь, не в Беларусь 5, со всеми ребятами, с кем я общался, у меня с ними что в студии, что в ней отличное отношение, и мне было приятно с ними общаться. Как тебе банально я ответил, либерально. Это ведь с точки зрения общения, но а как потребитель продукт? Вот ты включаешь телевизор и говоришь, вот мне нравится, вот как комментируют. Комментатор такой-то. Может быть, с НТВ+, кого-то из России, с РТР, с румынского телевидения, может быть, запал тебе кто-то. Нет, ты знаешь, могу сказать, что я никогда не обращал внимания, вот ты меня сейчас спросил, я никогда не обращал внимания, кто комментирует. Довелось ли встретиться на телевидении с какими-то, может быть, ну скажем, цензурными просьбами, там, ну не сильно критиковать. Не сильно, ну... Ты не представишь, не было. Не было вообще никаких там просьб, там, ну естественно, ты же, мы взрослые люди, матом не ругаться, ни на кого не бросаться. Да, если шутка, если серьезно, то, ну, наверное, как и любой там, какие-то вот у нас на телевидении, что я для себя обратил внимание, то, что мне не было, например, в Румынии, да, потому что, я же говорю, немножко другой формат общения, там, можно сесть там на диване нога за ногу где-то там. А у нас там как-то там положение, там, тело должно быть примерно там какое-то, то есть ты не сядешь в вальяжно, ну вот единственная какая-то там разница может быть. То есть рано или поздно, когда ты нас известишь, ты закончишь карьеру. Насколько серьезно для тебя вот это телевизионное хобби? Ты знаешь, если я закончу карьеру, вряд ли я буду считать себя морально правым идти на телевидении и что-то комментировать, потому что, чтобы что-то анализировать, да, там, например, нужно быть в курсе. То есть у меня есть багаж, опыт того, что наработан там, да, там в Германии и в Бухаресте, в Румынии, слава богу, у меня там с хорошими европейскими тренерами работал и в Румынии тоже. Люди, которые с огромным опытом, там, игровым, там, может, перечислять не буду, там, и просто, что с этими людьми, как сказать, то есть я одних учился. И, например, ну если я закончу с футболом и получится, что меня пригласят на телевидение, скажут, вот, приди, прокомментируй. Ну как я могу, если я, футбол все время движется вперед, и я то, что было еще два года назад, не факт, что вот сейчас это будет актуальным, потому что это у нас может быть, там, я никого не хочу обижать наших белорусских тренеров, 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 тренеров. Они все живут по каждому, там, свои критерии, свои, там, какие-то свои, там, видения футбола, я, там, в каком они веке живут, это ихняя жизнь, это их дело, или десятилетий. Поэтому могу сказать, что два года, то, что было два года назад, не факт, что это будет актуально сегодня. Ну вот так вот в европейских футбол, там, нюансы тактических перемещений, там, нюансы подачи, даже просто, там, тренировочном процессе. И поэтому потом я не вижу себя, как бы, ну, морально правом приходить и что-то говорить. Вся армия, скажем, экспертов, там, на английском телевидении, итальянском телевидении, то есть ты думаешь, ну, бывшие футболисты, которым уже много-много лет, и которые очень, ну, не имеют, скажем, соприкосновения точек с футболом, кроме как вот телекомментирования. То есть они... Ну, ты же сам ответил, Денис, на свой вопрос. Они же живут в Англии, они все время в этом кругу общаются, они же все время имеют контакт и сами все это отслеживают. Хорошо, у нас же развиваются белорусские телевидения в отношении белорусского футбола. Будешь комментировать белорусский футбол, что я в Минске? Ну, я немножко с другой, знаешь, могу сказать, что мне трудно перестроиться на белорусский футбол в плане его восприятия. И, понимаешь, то есть уподобляться я не хочу. Вот я такой, какой я есть, я 13 лет, у меня не было в стране. И сейчас прийти и вот, то есть, ну, белорусский футбол комментировать, но, ты знаешь, как сказать, то есть, ну, с моей стороны будет неправильно. Потому что меня здесь не было, во-первых, во-вторых, я не думаю, что, знаешь, как бы это вот, ну, у нас, я тебе честно скажу откровенно, у нас в Беларуси вот 13 лет, чтобы меня не было, все стоит на месте. Вот как было, так и есть. Ну, может быть, БАТЭ там, да, им стадион построили, не они построили, я так понимаю, а им построили, да. А вот именно в плане футбола тут не сильно все изменилось, и инфраструктура тоже. Поэтому что-то как-то, знаешь, это разные параллели. Там люди, я так понимаю, все время, они вот в этой находятся, варятся все время вот в этом. И они могут легко там добывать не то, что информацию, да, но вот они все время анализируют там свою английскую лигу, там свои тренировочные процессы клубов, тактические новшества. А здесь в Беларуси ты много чего увидел за последний год тактических решений? А я не хочу, как бы, там говорить, что у нас там в Беларуси совсем плохой футбол. Ну, скажем так, он очень сильно отстал. Это я могу сказать просто свое субъективное мнение. Я уверен, что сейчас со мной куча людей может не согласиться. Но я уверен, что, ну, это мое мнение, что он отстал и отстает, и отстает все больше и больше. И для этого не нужно вкладывать кучу денег, а нужно грамотно их вкладывать, чтобы футбол догонять. Догонять хотя бы там восточноевропейские страны, я не говорю уже о западноевропейских. Может, один из путей продолжения карьеры постигровой, это вот спортивное функционерство? Ты знаешь, у нас это вообще все. Насколько я знаю со стороны, что я обратил внимание в Беларуси, у нас то, что в Европе, наверное, там, спортивный менеджер клуба, я не имею в виду, там, Англию, да, где там менеджер, это подразумевает тренер и селекционер, да. А именно в Германии, да, там есть тренер-наемный работник, а есть менеджер клуба, который отвечает перед акционерами, да. Клуба за результат, за трансферную политику, у него есть там, и он это, то есть он тренер, это наемный работник. А у нас менеджер, скорее всего, или как у нас там говорят, директор клуба, да, я не говорю про все клубы, потому что у меня такое мнение сложилось, опять же, повторюсь, субъективное, что это все у нас, скажем так, в таком доисторическом уровне находится, то есть, и поэтому я могу, может быть, могу ошибаться, там, в пользу Батэ, и там еще один-два клуба, да, но с большего, так оно и есть, что это все находится на таком уровне, что, знаешь, там надо все поднимать с нуля и вообще людям менять голову, ну, менталитет в смысле. Ну, понятно, что, наверное, никого не хочешь ты обижать, но после 13 лет за рубежом поиграл ты в Беларуси за один всего клуб, то есть надо полагать, что мнение в основном основано на... Нет, а вот сейчас я сразу скажу, да, что мнения нет, потому что я имею неосторожность общаться, точнее удовольствие общаться с другими футболистами, ну, как бы, знаешь, все вместе играли, и сейчас в детстве кто-то вместе с кем-то начинали, где-то вместе мы еще в Батэ играли, там, с кем-то вместе в Атаке Аури, да, там, и в Торпедо Минском, вот, до Германии, то есть, и вот эти вот, с тех пор мы, естественно, там, вот, переехав, я там, общаемся, там, кто-то через кого-то, и, в принципе, вот, знаешь, ты скажи одного футболиста, но из любого футболиста возьми из Беларуси, да, который более-менее, там, скажем так, кому-то там 30, да, и он тебе скажет про ситуацию в любом клубе белорусском, потому что все друг с другом общаются, поэтому что в одном клубе случилось, а в другом аукнулось. Самый успешный отрезок Василий Хомутовский провел в Румынии. Вместе со Стяуа дважды становился чемпионом в сезоны 2004-2005 годов и 2005-2006 годов. Участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в сезон 2005-2006 годов. В составе Петрового завоевал Кубок страны в сезоне 2012-2013 годов. Был чемпионом Беларуси в 1999 году в рядах Борисовского БАТЭ. История с мексиканским миллионом и дело вот этого этического комитета, какой ты вывод для себя сделаешь? Если все разложить по полочкам, федерация сказала, мы заплатили там, да, согласно уровню сборной Мексики. Ну, естественно, общаясь с журналистами там в Румынии, там, федерации с людьми румынской, и с этим я просто, естественно, у меня была табличка. Вот просто вот я могу, когда я говорю, я в комитете ее показал просто, что вот таблица уровня оплаты и товарищеских матчей в топовых сборных. Сколько стоила сборная, например, Мексики до чемпиата мира, да, и сколько она стоила после чемпиата мира. Естественно, смотря с кем она играет. Если Мексика играет с Голландией, еще не факт только мы должны заплатить, а не примерно одного уровня. А когда играет Мексика со сборной, которая уже не попадает в сотню, раз. Второй, у Мексики есть своя цена. Естественно, я потом сказал, если я не ошибаюсь, около миллиона. Товарищеский матч с мексиканцами, потому что и цена там, я уже не буду сейчас опять цифры называть, но около миллиона. И есть ее официальная цена. Они работают все через маркетинговое агентство. Любая, в Бразилии у них свое маркетинговое агентство, уже название не помню. То есть у меня это информация из первых уст, скажем так. Мне там рассказывали, в Федерации Румынии, например, они говорят, ну, предгладание в 2000, дай бог памяти, 11-м году, или... Вот они с Аргентины играли. Аргентина товарищеский матч стоит 1 600 000 евро стоил. Но они договорились за 1 400 000 евро. То есть, ну, в зависимости, какие там звезды будут, да, там Месси, там отдельная песня, без Месси совсем другая сумма. И другие, там, перечень идет футболистов. Так же и было с мексиканцами. Вот. Я сказал, в зависимости, рассказали согласно уровню, табель о рангах, да, там, согласно уровню сборной мексики. Но я и сказал, если не ошибаюсь, около миллиона. Потом мне сказали, мы заплатили меньше. Ребят, так если вы заплатили меньше, ну, так, это же здорово. Так вы скажите на всю страну, не называя сумм, мы заплатили существенно меньше. Наши менеджеры федерации так здорово сработали. Вот они летели на товарищеский матч, планировали лететь на товарищеский матч с голландцами. Мы их тут раз, и мы им параллельно, скажем, к ним подсуетились. Ребят, давайте сыграем с нами. Вы все равно в Европе будете. Сыграйте с нами. И мы заплатили им там условные какие-то там тысячи, там, десятки, сотни, неважно, какие-то суммы. И все бы сказали, бы сняли бы шляпу, сказали, здорово, как вы здорово сработали. Вот что значит спортивные менеджеры классная, креативная федерация, что они сэкономили деньги, сыграв с такой сборной. Но это мое мнение, вот субъективное. Так, а на твой взгляд, имеет смысл платить большие деньги и играть с Мексикой, или проще играть бесплатно с Литвой, с Латвией, с Молдовой? А смотри, ну давай так, Денис, здорово, когда есть деньги и заплатить за товарищеский матч с сильными сборными. Но, во-первых, актуальность, когда? Вот перед началом отборочного цикла мы играем с таджиками, там, киргизы, там, да, таджики. Что ты хочешь проверить на этом, на этой, что ты хочешь, какие там скорости ты хочешь видеть футболистов? И правильно, Саня Глеб, если, как он с таджиками, например, будет выкладываться, как бы он там не сыграл? Ну, объясни мне логику, понимаешь? Я не хочу там опять кидать камень в огород Кондратьева, это его личное видение. И я, в первую очередь, обсуждаю субъективно. Я не видел смысла. Я поэтому говорю, все матчи, у меня опыт такой, что клубы у нас в Германии, всегда мы играли, даже вот с Тиао, там, я только когда пришел, у нас был выставочный матч перед началом чемпионата, да, или вот как сборной, перед началом отборочного цикла. Стараются играть сильные сборные, представить своим болельщикам свой, ну, там, новый формат сборной, который будет вот выполнять вот эту задачу. Или как клуб, да, будет решать задачи на этот сезон. И вот есть выставочный матч, он обычно проводится там за дней 10 до начала, до старта официального, ну, первого матча, да, официального чемпионата. И приглашается в какой-то сильный клуб, то есть из другого чемпионата, там, вот мы там, серия у нас, Тиао был любитель, пригласить серию А команды. Мы все время перед началом отборочного цикла играли с командой серии А на своем, в Бухаресе, на своем стадионе, переполненном стадионе перед своими болельщиками, презентация команды, состава вот на чемпионат. Это здорово. Это есть смысл, и команда, ты понимаешь, играешь на других скоростях, другая скорость мышления. Потом мы приехали в Люксембург, я уверен, чтобы люди, ребята бы просто после какой-нибудь там той же Мексики, да, ну, понятно, что, может быть, она бы тогда не смогла прилететь летом, да, но была бы там условная Венгрия, которая там, в любом случае, быстрее действует и работает с мячом, чем Люксембург, быстрее перестраиваться, тактически грамотнее. И даже проиграв им, ну, футболиста, по крайней мере, видно было, кто на каких скоростях думает, и, ну, не только работа с мячом, я говорю о мышлении. И там физическая готовность уже там, второй момент. И было бы больше пищи для размышления тренера, тренером, если бы они захотели эту информацию получить, хотя уже это последний матч, там, за 4 дня, там, сколько играть, за 5 дней до официального, да, то есть там уже, наверное, это нужно было думать раньше. А зимой играть с Мексикой, когда уже в сборной нет шансов, я могу только одно понять, что просто никто не ожидал, что уже у нас в ноябре там не будет шансов, или в октябре там, в ноябре. Не будет шансов на выход из группы. Скажите мне в Европе одного тренера, любого за всю историю, да, футбола, который скажет, что вот дать мне следующий отборочный цикл, я его провалю, я не буду бороться за выход, но я буду готовить сборную через отборочный цикл. И через отборочный цикл, да, наступает новый цикл, и после 4-х матчей в сборной нет шансов. Вот интересно, ну, во-первых, человек удалить, получается, сколько это, да, 2 года, да, или там, сколько он отработал, Кондратьев, ну, поэтому, ну, это, я говорю, я просто анализирую субъективно, вот, это моя позиция, что сборная должна давать результат, повторюсь, я уже это говорил на телевидении, давать результат сегодня и сейчас. У сборной нет понятия завтра, есть понятие завтра, но это должно быть настолько тонко и аккуратно доводиться. Вот молодой, когда он футболист, там, не искусственно доводится, потому что он моложе кого-то, да, но если он слабее, он должен сидеть на лавке и ждать своего шанса, да, играть за клуб. Ты можешь его выпускать на замену, там, выпускать в товарищеских матчах на тайм, когда играет сборная, но когда он уже, по крайней мере, на одного уровня, с опытным футболистом, тогда ты можешь обосновать. А не одного уровня, но этот моложе, у него есть больше перспективы, я его поставлю. Но когда этот еще слабее, нельзя искусственно ослаблять сборную, потому что эта сборная – это цвет страны. И нет такого условности, дайте мне этот отборочный цикл провалить, ну, там, грубо говоря, мы будем играть, готовить на следующий отборочный цикл. Ну, я считаю, это неправильно, потому что это сборная, и так теряются болельщики, самое что страшное. Теряются болельщики, которые приходят болеть за свою сборную. Ну, когда он придет, скажет, да, у нас в этом отборочном цикле нам ничего не светит. Да мы все равно тут, мы уже готовимся на следующий. Ну, так давайте мы следующего подождем, тогда и придем на трибуны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА